Добрый вечер, дорогие друзья! Пришлось недавно говорить о том, той важной задачи, которая внутри брака, в браке, решает чувство любленности. Чувство теплое, горячее, свежее, освежаемое, освежающееся между мужем и женой. Как о нем важно заботиться. Оказывается, есть у той медали есть другая сторона. Люди, опять-таки, не очень мудрые, так скажем, и очень склонные слушать всякий вздор, который им льют в уши средства массовой информации, книжки дурацкие, беседы, лекции всякие неумные. Они убеждены в том, что брак построен на любви. И, по словам, любовь они не подразумевают настоящую любовь. Любовь. Слово любовь для них служит заменой влюбленности. Значит, переведя на русский язык их понятие браки, можно сказать, что брак – это результат влюбленности. Вот я влюблен в какую-то женщину, она влюбилась в меня, мы бегом в ЗАГС бежим, и даже в церковь, если священник не очень внимателен, тут же все делаем, у нас тут белое там платье, или что полагается, все прекрасно. Вот, глядишь, там даже уже и ребеночек родился, а может быть и парочка. А потом, оказывается, я влюбился в кого-то другого. Или в другую, а она в другого. Ну, или там уже неважно, какие комбинации могут быть. И что же тогда, если брак – это результат любви, а точнее влюбленности? У меня к этой старой корге, прошу прощения, уже давно никакой влюбленности нету. Она уже противная, скверная, занудная и такая-сякая, и уже давно я, мне она уже надоела. Ну да, а влюбился в другую, ну что ж, тогда все уже, быстренько надо этот брак, чтобы его не было, и надо, чтобы другое возникло. Ну, на газеты не объедешь, но так и есть для тех людей, которые строят свой дом на песке. Потому что брак на влюбленности – это дом на песке. Потому что брак должен быть на любви, а любовь – это жертва, а любовь – это самоотдача. И мы говорили о любви, о чувстве, о чувстве влюбленности, как оно важно, как оно хорошо людей ведет к браку, как оно оживляет, это, так сказать, украшает их супружескую жизнь. Но оно ни в коем случае не может быть основой брака. Даже и песок тот самый, который окружает ваш дом, вы его построили в красивом месте. Там песчаные дорожки, там песчаные аллеи, могут быть песчаные дюны. Но дом стоит на фундаменте, который вы выкопали глубоко, залили бетоном, крепчащим, поставили на него дом. Песочек лежит кругом, все хорошо. Но стоит дом не на песке, а стоит на фундаменте. На фундаменте чего? На фундаменте любви, без кавычек. На фундаменте любви, которая не сводится к влюбленности, а сводится к жертвенности. Очень хорошо говорил святейший патриарх Кирилл, такие, ну, даже жесткие, неприятные для молодоженов или для молодых влюбленных слова. Говорит, ну вот ты любишь эту девушку. Да, я его сразу люблю. Ну, представьте себе, что он попал в автомобильную катастрофу. И ее там обезобразило бы здорово. Что будет дальше? Если человек скажет, ну что ж, Боже его, все равно это моя жена. Все равно я ее люблю. Только больше буду ее любить, потому что ее так вот прошлось по ней. И это не счастье. Ну, тогда да. Тогда да. Вот так и должно быть. Спасибо за Господь.